сказка 2 о лекаре и жабе разбегайтесь там и тут скоморохи в пляс идут здравствуй честной народ уж соскучиться не успели вы мы опять пришли да с подарочком потешим сегодня вас сказочкой про лекаря да напасть его жабу зеленую жил был лекарь в одном дружном роду племени жил как все не богато но ел пил досыта и ни в чем никогда не нуждался он честным трудом свой хлеб получаючи старый млад ходил к нему за помощью даже ватинка всякое искала у него избавление от боли нестерпимой всем он помогал покоя не знал да и не требовал травки собирал целебные да настойки делал животворящие и не роптал он на свою нелегкую судьбинушку ибо ведал что от бога рода дар свой получил зрить болезни всякие и от них избавлять всех страдающих вот однажды пошел наш лекарь в лес за травами размышляя как побороть недуг коварный не заметил как свернул с пути дороги знакомой на тропу по которой раньше не хаживал шел он той трубкой извилистой углубляясь чашью весную уж солнца луч не мог пробиться через листву деревьев высоких мрак сгущался вокруг лекаря но неведомая сила манила его все дальше и дальше от мест известных долго ль коротко шел наш герой пока не наткнулся на болотце маленькое в нем на кочке недалече от берега рос цветок диковинный тусклом свете сиял он радугой так что глаз нельзя было оторвать от него очарованный таким чудом захотел знахарь тот цветок сорвать и домой отнести чтобы каждый день любоваться его красотой а когда наклонялся за чудным растением не заметил он как на его плечи жабка мелкая взгромоздилась умастилась а поудобнее да притаилась а до порыда до времени быстро пошел целитель в обратный путь находки радуясь не зная что радости той не судьба долго быть только вышел он из чащобы лесной на поляночку светом солнышко осветленную как пожух цветок и рассыпался превратился в пыль в руках бережных пораженный таким происшествием доктор долго стоял растерянный пока солнышко в лес не спряталась уж не помнил совсем как он шел домой с кем встречался и с кем разговаривал а когда пришел у окна присел и застыл словно каменный утратой цветка чудесного безмерно опечаленный так бы и сидел лекарь до утра самого но заботы его постучались дверь времени не спрашивая не успел наш лекарь от дремы опомниться как жабка на плечах встрепенулась и давай ему нашептывать на ухо своим тихим скрипучим голосом вот опять пришли нет покоя от них ни дня ни ночи не знают пашешь на них как проклятый а живешь как все серой мышью без должного почтения с этой мыслью жабой навеянной вышел врач на крыльцо как пружина накрученный и и прикрикнул девясь голосу своему изменившемуся но уверенному вы по что ни свет ни заря расшумелися почивать тишине мне мешаете но беда людская звала в дорогу не длинную на краю села к дому с вишнями возмутился врать жабой наученный еще громче кричать стал на просящих о помощи не гоже великому лекарю по дворам ходить ноги стесывать раз у вас беда и вам надобно то и сами несите сюда страждущего удивились соседи речам таким удивилися но делать нечего принесли больного и немощного на врачах своих и молили врача помочь родному снизошел с небес наш врач зазнавшийся потерявший свой стыд вместе с совестью и беднягу от хвори вылечил давно стойки целебные напитесь а когда родные соплеменники покидали двор его в радости повторил слова жабы постылой без сомнений и виноватости сами знайте и другим передайте с этих пор плату брать буду с каждого кто с бедой ко мне пожалует не продуктами плату а златом серебром за труды мои немалые не пристало мне великому нищеброствовать и жить как все без излишества а кто платить не сможет монетой звонкой тот пусть сам себя и лечить пробует довольный своим смелым выступлением удалился врач в дом свой оставив во дворе изумленных сородичей сел на лавку и стал прикидывать сколько денег он заработает на бедах чужих и на горестях и чем больше он думал о прибыли теша свою гордыню лютую тем больше и тяжелее становилась жаба зеленая на плечах из кулапа непутевого научаемый жабой хитрою продолжал врач себя раззадаривать вот скоплю я богатство несметное куплю платья себе дорогущие и карету большую заморскую пусть все видят и пусть все завидуют моему таланту великому так и стал жить наш врач заблудившийся не внимал мольбам и наставлениям своих сородичей лишь о прибыли все время думая предаваясь мечтам о роскоши позабыл он что талант исцелять живых был дарован ему самим рода создателем настал день когда пришлось врачу уже не лекарю выйти в лес за травами лечебными только не смог он отличить даже лопуха от подорожника и вернулся домой опечаленный понял что волшебный дар врачевателя потерял он теперь окончательно но недолго печаль его длилась а о потере дара волшебного монстр зеленый из жабки выросший вновь его советами выручил не печалься утрате своей мелкой кроме тебя об этом никто и не знает научу тебя варить зелье из цветков бесполезных но пахучих чтобы сразу не заподозрил тебя кто во вредительстве и опять врать жабе доверился и исполнил приказы и в точности только скрывать свое неумение долго не получилось перестали ходить врачу местные не помогали рекарства от хоре страдающим а зверей и птиц он сам гнал прочь не было от них ему никакой корости только жаба не унималась а да горе врача наусь кивала мы проучим люд неблагодарный талант твой не ценящий а за одной денег срубим по легкому особо не напрягающись покажу тебе травку волшебную соберешь ее и высушишь а потом раскидаешь по дворам да по колодам местных жителей трава это не смертельная но свойствами своими мерзких людей напугать сможет как следует позабудут бедолаги про все на свете от недуга их поразившего и прибегут к тебе спасителю и деньгами станут одаривать на то мы порешили душегубы проклятые людей отравить и на этом денег выдурить на радость нам их коварным планам не суждено было сбыться изловили люди шкодника мелкого за занятием его непристойным осудили наказали и из общины выгнали не пожелали жить рядом с недостойным оскорбленный и униженный шел по дороге человек один на весь мир обиженный нес он жабу на плечах огромную да всю дорогу роптал на жизнь свою к нему несправедливую долго ли шел наш заблудший того не ведаем только привела его дорога на полянку светлую где стояла избенка маленькая у порога ее сидел седой старик и покуривал свою трубочку подошел к старику наш горе путешественник поклонился в пояс и поприветствовал хозяина здравствуй добрый человек дозволь из твоего колодца воды напиться сколько дней и ночей иду не помню только устал я и пить очень хочется старик посмотрел на путника пристально затем встал и кивнул ему свой дом приглашая в доме том уж накрыт был стол самоваром и прочими яствами все было свежим и горячим словно ждали здесь нашего мытаря указал на стул хозяин молвил садись гость дорогой за стол да не по брезгу моим ухощением дождался когда утолил голод гость непрошенный и начал расспрашивать его кто ты мил человек откуда путь держишь и куда начал наш горемыка жабой научаемый петь свою за унылую песклявым тихим голосом я лекарем был вообще не при озере только выгнали меня соплеменники ни за что ни про что обидели обозвали меня мошенником а я беленький весь и пушистенький за гениальность и скромность свою от завистников терплю страдания ухмыльнулся хитро лесной старожил и давай подпевать добру молодцу ах ты бедненький несчастненький понапрасну людьми обиженный на ка выпей на стоечке сладенькой даст она тебе горемычному силушки от таких льстевых слов разомлела жаба зеленая потеряла бдительность свою неустанную а настоечка волшебная погрузила ее в дрему недолгую и как только уснула тварь зеленая спала пелена с глаз нашего лекаря и открылась вся правда горькая о делах его непристойных опечалился он о случившегося уронил буйно голову на руки и расплакался как дитятка малая повременив немного дав малому наплакаться хозяин стукнул кулаком по столу и сказал грозно теперь соберись и послушай меня внимательно пока спит твой тиран постылый но наш герой безутешный все никак не мог успокоиться тем я теперь стал что случилось со мной что же делать теперь и как дальше мне жить подскажи для начала все же успокойся ведь слезами горю не поможешь начал мудрец свое наставление расскажу тебе кем ты стал теперь и что делать тебе расскажу только правда моя будет хлеще плетей так еще раз тебя накажу ты не лекарь давно а лепила с душой очерствевший великий дар бога рода и совесть свою на медный грош променявший а жаба зеленая твоей гордыни выкорбленная что на плечах твоих сидит их земле клонит это тщеславие посланное тебе во испытание не одну душу она уже погубила вот настал и твой черед пройти путь тернистый только успехи твои на этом пути не велики вместо того чтобы противиться дурному влиянию ты потакаешь всем прихотям жабьем не замечаешь ты уже что слова за ней повторяешь и выполняешь все ее гнусные приказания ты рабом ее стал и себя потерял как же жаль тебя непутевого что же делать не горемычному подскажи старик умоляю я молвил старец для начала перестань жалеть себя да на судьби ножку свою жаловаться все что имеешь результат дел твоих нечистых за них тебе перед нашим создателем и людьми ответ держать что ж до пути твоего то и тут есть ответ можешь старая идти дорогою жабой указанную будешь и дальше обманом жить да на бедах людей злато серебро наживать но правда тебя будет везде преследовать и гоним отовсюду будешь ты до конца жизни скитаться по чужбин ушки будешь и умрешь в бегах в одиночестве можешь бросить ремесло лекаря и выбрать путь новый неизведанный только с жабой на плечах и по нему далеко не уйдешь есть и третий путь искупление самый трудный из всех путей изведанных если выберешь этот путь для начала постригись наголо и брови сбри иначисто умойся сажей черною и возвращайся в село свое родное ходи по дворам своих соплеменников да со смирением выслушивай правду о себе болючую проси работу у них самую грязную и проявляй мне свое все старание только так разбудив стыд и совесть свои избавишься от жабы постылой и вернешь свое имя доброе а проявишь на том пути свое усердие да искреннее покаяние то бог рода может смилостивиться и вернуть тебе дар лекаря все пути твои показал я тебе а по какому пойдешь сам выбирай на том сказочка наша заканчивается что решил наш герой и какой выбрал путь скажем правду нам неведомо только в народе поговаривают что поступил он правильно а по какому пути пошел бы ты наш слушатель вот чем вопрос и в чем трагедия